Но и та, и другая команда, будучи чемпионами, решили, что они обойдутся и меньшими силами. Итак, Стэм из жизни отдыхающих. Пятигорск. Зимой мы показывали вам, как папа и сын наряжают ёлку, а летом они поехали на море. Запомни, сын, отдых – это тяжёлый труд. Труд сделал из обезьяны человека, а отдых превращает человека обратно в обезьяну. Отдыхай, загорай, слушайся отца. Отец плохому не научит. А сейчас иди и принеси мне вон тот бумажник. Но это же дядин бумажник. Российское законодательство предусматривает приношение детьми до 14 лет дядиных бумажников. Тебе сколько лет? Семь. Мне в твои годы. Пап, а почему мы уехали, а маме ничего не сказали? Потому что мы делаем маме сюрприз. Через неделю мы появимся и напугаем её. Пап, а смотри, какая тётя сладкой ватой торгует. Сын, давай договоримся на берегу. Сладкая вата тебе, а тётя мне. Что бы ни получилось, как в прошлый раз, когда оба, как дураки, ломанулись к вате. Пап, а к нам сегодня тётя Катя придёт? Нет, сын. Тётю Катю мы больше звать не будем. Потому что те мясные и алкогольные инвестиции, которые мы в неё вкладываем, обратно не возвращаются. Пап, а что такое похмелье? Вопрос неожиданный, зато ежедневный. Представь себе, сын, что ты всю ночь ел мороженое. И утром у тебя очень болит горло. Но маленькая ложечка пломбира, и тебе снова хорошо. Пап, а кто сильнее, ты или продавец кукурузы? Ты сегодня ел кукурузу? Ел. Вот и ответил на свой вопрос. Пап, а почему у тебя нос разбитый? Потому что папа погнался за продавцом кукурузы, тот убегал, и папе пришлось надавать ему носом по ногам. Пап, а почему здесь все голые? Особенно вон та тётя. Сын, никого не бойся, отдыхай. Солнце, море, пляж, бумажник неси. Но это же дядин. Тогда я сладковата, тоже дядина. Дядина-говядина, чтоб тебе, малыш, было веселей. Пап, а отгадай загадку. Висит груша, нельзя скушать. Можно. Пап, а почему у нашей мамы каждый вечер болит голова? Потому что папа, видите ли, приносит домой мало денег. А почему папа приносит домой мало денег? Потому что часть денег уходит на тёть со здоровыми головами. Пап, а почему нам отключили восьмёрку на телефоне? Потому что мы не богатые. Но папа у тебя какой? Хитрый. Правильно, поэтому папа вместо восьмёрки набирает две четвёрки. Пап, а зачем людям ноги? Чтобы при ходьбе туловище не стиралось об асфальт. Поэтому сейчас, своими ножками, совершенно не деформируясь, беги и принеси мне вон тот бумажник. Нет. Мы же отобрали тебе у девочки черепашку. Теперь и ты помоги отцу. Помни, кто не рискует, у того папа не пьёт шампанского. Пап, а почему ты пьёшь водку прямо из бутылки, а не наливаешь её сначала в рюмку? Потому что папе не нужны посредники. Пап, а кто вон тот дядя с бородой? Этот дядя – бывший депутат Государственной Думы. И если, сын, ты принесёшь мне его бумажник, то папа купит тебе не только сладкую вату, но и сладкую жизнь. Пап, а что такое солнечный удар? Солнечный удар возникает, когда ребёнок долго стоит на солнце. Но это бывает только у невнимательных родителей, у тех родителей, которым наплевать на своего ребёнка. Но твой папа не такой, и поэтому ты сейчас лежишь, загораешь. Наслаждаешься отдыхом, скоро мы поедем домой, ты должен стать совсем чёрным, мы покажем тебя маме. А чем чернее ребёнок, тем меньше претензий к белому отцу. Пойдём, поклонился, взял стульчик и ушёл со сцены. Давай! Продолжаем конкурс STEM. Продолжаем. 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 Продолжение следует...